Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Проводил я у нас клиентов в аэропорт и время у нас уже почти 8. Блин, уже 8. И мы с вами едем наконец-то домой. Устал, уставший. Сразу говорю, сегодня ничего такого для вас ух не заснял. Заснял сегодня только у нас один жилой комплекс, индекс. И то у меня просили 5 человек, чтобы я взял и озвучил эту тему по поводу беспредела, который творится у нас в Сочи. Поэтому я заснял. Ну и конечно, сегодня еще заснял квартиру. Квартиру мы сдали за 2 часа, как в принципе и говорили. Потому что бывает очень редко халява. Халява она появляется. И этих же клиентов я у нас проводил в аэропорт. Ну давайте все-таки мы еще раз с вами поговорим. Еще раз с вами пообщаемся. Только теперь в хорошем уже качестве. Про особенность вторички. Почему кто-то ее берется продавать, кто-то не берется продавать и так далее. Давайте прям по полочкам разложим. Итак, первое. Почему лично я со вторичками предпочитаю не связываться, с чужими вторичками? Сегодня, например, мне позвонил один клиент и предложил мне в жилом комплексе Посейдон взять у нас на продажу квартиру видовую из-за расчета 180 тысяч рублей за квадратный метр. 180 тысяч рублей. Ну, ребят, это бред. У меня есть там 4 квартиры, где я могу их продать по 125. У застройщика 167. Она предложила по 180. Конечно, я раньше не мог культурно посылать людей, да. А теперь я сразу сказал. Я говорю, вы как считаете, что у меня все мои клиенты дебилы, говорю. Как я им буду предлагать по 180, а я должен предлагать не по 180, а еще дороже вашу инвесторскую квартиру и так далее. По сути, инвесторская квартира – это у нас вторая вторичка. Ну, и культурно, конечно, девушке сказал, в какое агентство недвижимости лучше ей обратиться. Следующий вариант у нас. Вот как раз ту квартиру, которую мы сегодня сдали, вы можете посмотреть предыдущий видеоролик. Как раз вот эту квартиру у нас купили за 5,5 миллионов рублей. Это 50 квадратных метров. И изначально, когда ее выбирали, там у нас все было идеально, и шкафчики все было, и обговаривалось, что квартира за эти деньги, за 5,5 миллионов рублей, именно со всей этой у нас идет утварью. Что касается у нас по факту. По факту клиенты сюда приехали, там все вынесли, кроме кухни. Я понимаю, почему кухню не вынесли, потому что она такая чмошная, она даром никому не нужна. Даже кровать вынесли. Потом, когда все-таки скандали, 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 вернули у нас холодильник, вернули, стирали машинку и вернули одну кровать. Поэтому, понимаете, у нас в большинстве своих случаев продавцы вот этих вот квартир, они непорядочные. Мало того, что там цена, космос, еще и, соответственно, еще и непонятные вот эти отношения. Плюс, опять же, да, я могу сказать, что обычно у нас у вторички, ладно, когда один посредник. А так, бывает, два и три посредника может выступать и соседка, у которой ключи, и еще риелтор, и риелтор риелтора. И в итоге получается маржа на вторичку очень большая. Ну, ребят, ну реально очень большая. С одной стороны, вторичкой заниматься хорошо. Там реально можно зарабатывать гораздо больше, чем с новостроек. Потому что новостройку, когда ты продаешь, там цену диктует у нас застройщик, понимаете? А когда ты продаешь вторичку, цену диктует риелтор. Вот сколько хватает наглости, такую и ставит. Ну, например, вот я знаю, там у нас, например, бывает, продается вторичка, там, да, за 5 миллионов. И комиссия 100 тысяч. Ну, понятно, что такая комиссия, это не очень большая для такой, для вторички. И, скорее всего, эти квартиры никак в жизни не продаются. Ну, это моя практика. А второй вариант, это у нас есть люди, которые на квартиру в 5 миллионов могут поставить и миллион комиссию. Такие варианты я тоже встречаю, аж миллион комиссии и так далее. В общем, и здесь говорю, вот я еще почему-то не люблю то чувство, что ты обманываешь клиента, оно тебя никогда не покидает. Дальше у нас моменты вот именно вот с непорядочностью. Второе, конечно, даже если ты продал, если у тебя осталась мебель и так далее, это, конечно же, то, что тебе не выплатят комиссионные. Это, там, соблазн очень велик. Если кто-то из вас, да, возьмет, скажет, там, да вы что, там, договор и все, ну, заключает. А вы знаете, попробуйте вы договоры заключить. Попробуйте вы договоры заключить. А потом попробуйте еще что-нибудь с нашими судами в Краснодарском крае. Попробуйте что-нибудь себе еще и отсудить. Я могу сказать, что многие из вас заключали договор на долгосрочную аренду и вас выгоняли перед третьим сезоном и все, и даже вас не спрашивали. И никто в моей практике не смог взять и отстоять свои права в суде, что там неустойку нужно было вернуть и так далее, да, потому что договор у нас составляется двухсторонний. Здесь у нас то же самое, да, там, договорились, комиссии, еще что-нибудь могли в последний момент поменять, там, еще что-нибудь, какие-то там могли возникнуть причины. В общем, вариантов у нас бывает, при том, очень-очень-очень много. Что касается у нас еще какие-то моменты, да. Опять же, со вторичкой очень тяжело взять и найти у нас концы, да. Да, вот у нас есть у нас, например, лица, да, которые дают у нас квартиру, под квартиру, да, дают у нас деньги. Да, есть у нас такие, там, например, банки и так далее. А еще есть у нас маленькие микрофинансирование, микро... отделы микрофинансирования, и где очень тяжело проверить, очень тяжело докопаться до истины, в общем, очень-очень тяжело. И тот соблазн, что ты продашь квартиру, и она окажется проблемная, ну, как бы вам сказать, очень высоко. Опять же, тяжело тоже докопаться, использоваться материнский капитал, не использоваться. В общем, вторичка, да, это, ну, реально-то жесткий геморрой, реально-то жесткий геморрой. И по большому счету здесь у нас получается, говорю, из-за того, что много связующих схем, очень много связующих людей, то у нас и на вторичку и цена дороже гораздо и так далее. Иногда ты берешь и смотришь, думаешь, как ты берешь эту квартиру за такие деньги? Вот она рядышком, такая черновая, можно сделать ремонт, можно сделать то и сэкономить полтора-два миллиона. Но бывает некоторые у нас, знаете, как сказать, без лоха и жизнь плоха. Да, бывает такое, да, и каждый покупатель своей, ну, каждый продает свои вторички и находит того своего любимого покупателя. Само собой, я тоже, с одной стороны, понимаю, я же не буду продавать квартиру, да, за сколько купил, за сколько продал. Конечно, это бред. Сейчас я если надумаю продавать свою квартиру, я-то не поставлю 6,5 миллионов рублей, и все, и меня не дергает. Я не буду не уступать ничего. Почему? Хотя я знаю, что квартира хорошая, все хорошо сделано. Я, хотя она мне обошлась, ну, максимум в 4,600, ну, может быть, 4,800, там, с дорогущим телевизором, которым есть за 250 тысяч, да. Пусть я даже 5 миллионов. Но я не буду их за 5 миллионов продавать, потому что я тоже ценю свое время, я ценю свои силы и так далее. Но в любом случае я всегда предложу альтернативу в черном варианте. Ну, ребят, примерно схема выглядит именно так. Теперь у нас, что касается у нас следующих моментов. По большому счету, есть у нас много квартир, да, которые, так называемые, сработки, да. Что значит сработки? Когда, например, вторичка у нас одному риэлтору принадлежит, и тут начинаются такие качели всевозможные. Ну, я могу сказать всегда со 100% уверенностью, что обычно и один риэлтор накручивает сверху, и второй накручивает. Потому что никто не хочет за копейки у нас работать, никто не хочет за копейки у нас что-либо продавать. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Дальше у нас, что касается вторичек, да, кто-то скажет, там, подключай, ну, у нас можно, у нас заключить эксклюзивный договор и так далее. Играется со мной, понятно, сейчас мы спорт нажмем, режим спортик, и проедем мы. Мне просто всего, больше всего нравится у нас Абхазы, прям извиняюсь, у которых старое какое-нибудь прульное говно, ну, реально по-другому не могу, у которого просто бедное все хрипит и пердит, и при этом он думает, что он реально самый-самый крутой на свете. Ну, давайте мы с вами повернемся на эту тему позже, владелец такого-то. Так вот, опять же, если мы берем с вами автомобиль, да, и сравним ее с новостройкой и сравним ее со вторичкой, ну, можно попасть везде. Можно попасть и в дом, например, купить, у которого проблемы с электричеством, можно купить и дом, у которого там проблемы с документами. Много чего можно купить, да, и все-таки самый, конечно, идеальный вариант это брать у нас новостройку, которая сдана, где все там прописаны тех условий и тому подобное. Ну, опять же, я могу еще раз повторить, и когда вот я себе искал квартиру, да, когда у меня уже был лимит 5 миллионов, за 5 миллионов ничего такого хорошего я себе не смог найти. Сейчас у брата родного тоже появилась идея фикс найти себе вторичное жилье, уже сразу с ремонтом, чтобы не заморачиваться. Ну, пока он посмотрел у нас уже очень много квартир. Я спрашиваю, что ну как? Он говорит, Макс, такую, и ты просто, ну, такой-то ответ. Ну, некоторые, еще раз повторюсь, находят вторичку и вторички устраивают, в каком плане насмотрятся такие красивые фотографии, красивые насмотрятся объявления и думают. Ну, понимаете, если квартира у нас хорошая и все, и в ней все хорошо, и в ней все идеально, то ее дешево никто не будет продавать. Ну, смысл? Ну, поставьте себя на место продавца. Говорю, если у нас вдруг появляются какие-то срочные продажи, например, вот я вам озвучивал, да, например, в жилом комплексе Грант была квартира за 50 квадратов, за 3 миллиона 200. За 3 миллиона 200 это реально была халява. Каждый из вас, ну, протупил, по-другому я не могу сказать никак, протупил. Я скажу, эту квартиру у нас выкупал сейчас наш директор нашего агентства. Это горячее было предложение, хотя я вам его озвучивал. И сейчас эта же квартира у нас на сайте стоит за 4 миллиона 200. Вот 4 миллиона 200 это ее цена. Понимаете? Это ее цена и в целом, как бы, она легко продастся. Легко. Потому что, когда смотрели цены 3200, у некоторых, блин, надо что-то подозрительно низкая цена, что-то еще что-нибудь. Поэтому я могу сказать, что все горячие предложения, которые у нас появляются, все. Они выкупаются у нас своими же сотрудниками. Например, ту бы квартиру я бы тоже выкупил. Мне там не было просто свободного полтора миллиона, мне не хватало. Я бы выкупил и тоже спокойно бы я ее за 4200 продал бы, не напрягаясь. Отсюда, конечно, вывод, что нужно работать так, чтобы у тебя были еще свободные денежки на ту или иную покупку. В общем, примерно так. Ну и опять же, давайте подведем с вами итог. Те квартиры, которые продаются у нас с ремонтом от застройщика и так далее, обычно это ремонт, на него и смотреть страшно. Ну, за исключением гермеса. Вот гермес у нас действительно хороший. А если, например, мы возьмем те же самые квартиры, которые будут с ремонтом даже радужные, посмотреть даже те же самые квартиры, которые у нас другие предлагают, у нас Caralel Portugal и так далее. Там просто, не знаю, ты прекрасно понимаешь, что это нужно просто взять это все, обдирать и все это выкидывать, потому что это просто страшно, это просто жесть. Это такое ощущение, как будто тебя хотят взять и переместить назад в прошлое. Вот примерно вот такая ситуация, ребят. Поэтому что я могу сказать? Я не говорю, что в Сочи нет хороших предложений, все. Нет, бывает всегда, бывает у себя хорошее предложение. Просто, понимаете, то же самое, как съем квартиры. Сейчас снять квартиру на лето стоит 70-80, двушку. Сегодня я сдал за 30, но для этого решение было всего лишь час. За час нужно было решиться. То же самое у нас касается и квартир. Понимаете, те квартиры, которые у нас хорошие по предложению, то они у нас ходят очень быстро и там не задают таких тупых вопросов, а можно проверить, а можно еще что-то. Нет, нам просто их покупают и все, понимаете. Нет времени вот такие играть с вами, не знаю, там, обознатушки, перепрятушки. Поэтому, ребят, у нас цены становятся все выше, выше и выше. Посейдон цены поднял, Кватор цены поднял, Босфор цены поднял. Все цены подняли, поэтому если вдруг кому-то нужна хорошая квартира, если вдруг у вас там депозиты есть бестолковые, ну реально бестолковые, либо еще что-нибудь, то можете обращаться, подберем вам нормальную квартиру. Каждый месяц становится работать все сложнее и сложнее, все сложнее и сложнее сделать определенный выбор, потому что цены растут быстрее, чем ты успеваешь их озвучивать на видео. Поэтому сейчас я предпочитаю, на видео у нас цены не озвучиваются. Кстати, Танхаус, который я снимал на Соболевке за 7 миллионов рублей, теперь стоит 10. Продавец сказал, теперь я продаю за 10, потому что один Танхаус продал, и теперь, говорит мне, второй не горит. Вот такая штуковина. А вот если бы решение выглядели правильно, вы взяли бы у нас Танхаус дешевле рынка на 2,5 миллиона. А 2,5 миллиона рублей – это деньги. Это разница в 25%. В долбанах 25%. Ну все, ребят, версия пока. Доехал я до дома с аэропорта. В принципе, нормально доехал примерно за 25 минут. Ну и всем хорошим настроением. Ну и не давайте себя облапошить. 50 раз проверьте со вторичкой все это в моменты. И если хочется экономить, берите у нас данные дома, в новостройках, делайте ремонт и сэкономите примерно от квартиры, от цены не меньше 15%. Все, ребят, а теперь пока.